Пенсионная реформа произошло именно то, чего мы опасались. Владимир Владимирович предлагает некие косметические смягчения реформы пенсионной и как бы при этом говорит, что реформа это абсолютно необходимо потому-то, потому-то и потому-то. Я прекрасно понимаю, что может быть выдвинуто 150 экономических аргументов. Я уважаю экономистов. Я считаю, что экономика важная часть жизни общества. Но когда возникает экономцентризм или экономический синдром, то это плохо. Потому что экономисты, знаете ли, обсуждают всегда вопрос о том, по какой цене я куплю яблоко и, так сказать, что будет со скидками на это яблоко и когда меня можно будет убедить его приобрести, но они не обсуждают вопрос о том, нужны ли мне яблоки. Поэтому все эти экономические аргументы с моей точки зрения, и я объясню сейчас, почему обсуждать вообще не нужно. Сейчас именно это и будет навязано. А вот тут, а вот тут, я не к тому, чтобы принять роль экономики, но чтобы было образнее, скажу, а вот сю-сю, а вот мусю, а вот фю-сю, а вот рю-сю. И потому-то и каждое из этих сю-сю, мусю, рю-сю надо обсуждать. Да? Вот вместо того, чтобы это делать, я скажу вам, что я не являюсь специалистом по рю-сю, мусю, сю-сю и по всему остальному, и даже, о ужас, по какой-то цифровой экономике. Но я являюсь специалистом по политической стабильности и государственной безопасности. И рассматривать эту реформу я буду именно с этой точки зрения. А с этой точки зрения происходит следующее. Вот у вас есть машина. Специально купил в деревенском магазине за 95 рублей. Вот у вас есть машина. Это замечательная Российская Федерация. И согласно представлениям таких-то, таких-то и таких-то авторитетных лиц, эта машина должна приехать вот сюда. Если она сюда не приедет, конец. Потому что если она приедет сюда, будет плохо. Сюда еще хуже. Туда это, вообще-то сказать, возврат в ужасное сталинистское прошлое. А сюда это крах. А надо же приехать сюда. А для того, чтобы она приехала сюда, по причинам сю-сю, рю-сю, мусю, фу-сю и так далее, надо ехать вот так на этой машине. И тогда она сюда и приедет. Вот наш курс. Чем он обоснован? Стратегически тем, что точка это. Почему это? Потому что это. А тактически потому что сю-сю, рю-сю, мусю и так далее. И если туда не приехать, будет плохо. Так вот, не надо обсуждать все сю-сю, рю-сю, мусю, такие-то аргументы, индексы и все прочее. Правильно они или нет, не имеет никакого значения. Потому что, как специалист по государственной безопасности и политической стабильности, с большим жизненным опытом, я вам говорю, что эта машина поедет и сделает вот так. Раз. Раз. И все. Она до этой вашей точки не доедет. Хорошая эта точка. Плохая. У вас 158 аргументов в ее пользу. Или 15. Все ваши аргументы уживы или не уживы. А тогда я вас спрошу, а на чем вы дальше ехать-то будете? На чем? Пешочком пойдете в эту точку? Телегу поднаймете? Рикш каких-нибудь? Что вы будете дальше делать? Она не просто опрокинется. Она сломается. И на этом все кончится. Теперь от метафоры к реальности. Это реформа. Сколько ни говори по ее поводу мягких слов, жалеющим тоном, что, кстати, крайне неубедительно по интонации. Вадим Вадимович бывает убедительным. Когда он твердо знает сам, чего хочет, а когда он от себя говорит, тогда как бы глагол жжет сердца людей. А тут это что-то совсем другое. Ну, неважно. Сколько ни говори, утешительных, каких угодно слов, и как ни описывай эту точку, до которой, повторяю, машина не доедет. Есть общественное мнение. Есть мнение определенной части общества. Это мнение уже сформировалось. И, согласно этому мнению, пенсионная эта реформа, это реформа 3О. Люди ощущают себя обкраденными, обманутыми и оскорбленными. Это разные вещи. Вы 10 раз будете говорить с ними самым щадящим тоном и приводить им 150 «сю-сю-му-сю-рю-сю». Это общество. С ним шутки плохие. Общество успело сформировать образ реформы как обкраденность, обманутость и оскорбленность. Все. это ровно-равно это ровно-равно вот этому. А Владимир Владимирович пользуется большим авторитетом в обществе, а пользовался еще большим. он должен был бы обратить внимание на сколько пунктов до этого его обращения упал его рейтинг, за какое время, и проэкстраполировать это падение. ему выбираться не скоро, если он вообще намерен выбираться. Но одно дело сопротивляться Западу, который давит и давит, имея лидера с рейтингом заоблачной выси находящимся, а другое с лидером, имеющим слабый рейтинг. Это вот и есть вот это. практически в ближайшее время уже будут происходить какие-то выборы. И тут развилка. А либо уже на этих выборах, вот по этой все линии пойдет, да, и будет показано Единой России, что все, кто проголосовали за пенсионную реформу, не избираемы. Либо как-то изберут, но это ничего не значит. Даже если изберут, я не идеализирую современное общество. Люди эгоистичные, апатичные, сильно подвержены регрессу запущенному сверху и так далее, и тому подобное. Они живут в очень специфической социальной среде, они в этой среде, соответственно, деформируются. Но даже если они как-то это съедят, не хочется называть что, сейчас я вернусь к этому, да? Даже если они это съедят, начнется самое страшное, медленное отпадение общества от государства. Оно не будет носить характер бунтов или чего-нибудь еще. Будет медленное отпадение, обокрали, обманули, оскорбили и хотят, чтобы мы умерли побыстрее. Все! Вы с таким обществом хотите бороться с западом или вы хотите капитулировать, включая сдачу Крыма? А если это общество отреагирует остро, не латентно, а остро, то уже на первых выборах, еще до того, как заработает эта реформа, Единая Россия получит ввод. Даже если она что-то продавит, она сама будет понимать, что она уже получила ввод. А дальше все будет развиваться. Потому что простой человек все понимает не из газет, не телевизионных передач, упаси Боже, не из интернета. Он понимает это, когда на столе лежат продукты. И когда он поймет, что ему горбатятся еще столько-то лет, и что его конкретно обокрали настолько-то, тогда он отреагирует более мощно. К этому моменту наступит 19-й год. 19-й год – это год перед выборами в Думу. Потом будут выборы в Думу, где на каждом выбирающемся депутате от Единой России на партии в целом, будет написано простым, таким простой наклейкой. Я проголосовал за пенсионную реформу. Все. Все – это законное право народа. Могут сказать, вот он тут машинку катает туда-обратно, образами занимается, да? А что имеет в виду конкретно? Ну, во-первых, по поводу образов. Я еще по поводу них поговорю. Но я хочу сказать, что плохо, когда рассуждают по принципу «после нас», хоть потом. Но еще гораздо хуже, когда потоп начинается при нас. Или это не потоп, как естественное явление, а когда открывают соответствующие, так сказать, шлюзы и выпускают воду. Вот это очень плохо. А сейчас пахнет этим. Я не один применяю образы. Многие их применяют, правда? А вот теперь, чтобы перейти от образов к конкретике, я объясню, что имею в виду, когда катаю машинку. Первое. Я имею в виду выборы. Либо процесс пойдет медленно, но тогда он приобретет характер онкологии или гангрены. Люди просто начнут отпадать от государства. Может быть, они на выборах прямо ничего и не скажут, но они так будут отпадать, что через несколько лет окажется, что это государство им ненавистно. Они его рассматривают как ликвидком, как средство уничтожения себя. Уже сейчас повсюду говорят, что главная задача заключается в том, что есть лишнее население, которое надо уничтожить, и тогда все будет хорошо, что эти пенсионеры мешают. Уже сейчас говорят о том, что речь идет об уничтожении людей. Завтра это закрепится в сознании. Будет любовь к такому государству? Не будет. Русский народ очень государственен. В течение одного двадцатого века он два государства разрушил. Почему? А потому что возникало это ощущение нехорошее от этих государств. Нельзя допустить, чтобы оно возникло третий раз. И если процесс пойдет по негативной, медленной траектории, то запахнет этим отпадением народа от государства. Но тогда, может быть, выборы будут еще так-сяк. А вот если все пойдет по кризисной, быстрой, кривой, то люди, проголосовавшие в Государственной Думе и в других инстанциях за эту пенсионную реформу никуда не выберутся. Произойдет крах Единой России. Сначала на отдельных выборах он будет еще не такой очевидный, потому что раскачиваться люди будут. Потом эта пенсионная реформа начнет действовать, и люди на практике, глядя на набор пищевых продуктов, которые они покупают, на тип жизни, который они ведут, убедятся в том, что такое эта пенсионная реформа. И тогда этот протест станет еще острее, а потом им еще помогут с помощью соответствующей политической пропаганды окончательно осознать, что их убивают. И все это произойдет. Точняк к 19-му, 20-му году. В 19-м реформа начнет действовать, а в 20-м точняк. Это все произойдет. И если все пойдет по острому сценарию, то Единая Россия полетит кувырком. И туда ей дорога. Каждый человек кузнец своего счастья. Но ведь это произойдет не само по себе, просто с приходом других, более социально разумных сил в соответствующие органы власти. Это произойдет на фоне резкого падения рейтинга Путина и на фоне, самое главное, достаточно быстрого нагнетания уличных протестов. Потому что все, что сейчас произошло, впервые передает оранжоидам и на улицу, передает социальную карту. Протест впервые из непонятно какого-то полулиберального приобретает социальный характер. А это я и называю Пашиняновщиной, проводя армянскую параллель. Потому что там тоже люди выступали со справедливыми социальными лозунгами. Но только вся беда заключалась в том, что дирижировалось это все из американского посольства. Тут будет все то же самое. Тут же. Потому что в процесс оранжоиды вклинутся, у них возможностей будет больше. И именно их, запомните, будут поддерживать те мятежники, которые находятся в ядре инициативы под названием пенсионная реформа. Они их же и поддержат. Они им перекинут этот мяч. Им будет отдан пас. И вот тогда все приобретет откровенно деструктивный характер. Вот что я имею в виду под опрокидывающейся машиной. И что тогда будут значить все эти будущие возможности от того, что уменьшится нагрузка на бюджет со стороны этой пенсии? Она уменьшится, бог знает когда, а вы уже здесь получите отсутствующее фактически государство. Любые экономические приобретения можно использовать, если есть сильное, стабильное государство, а его уже не будет в этот момент. Не будет народной поддержки, которая лежит в основе сегодняшних возможностей. Ее не будет. И это произойдет гораздо раньше, чем возникнут какие-то достаточно химерические возможности, связанные с пенсионной реформой. Это первое. Второе. Если, тем не менее, кто-то свято убежден в том, что эта реформа необходима, и что без нее, как без воды, и не туды, и не туды, и этот кто-то, глава российского государства, которого выбрал народ, то пусть глава российского государства прямо в этом убеждает народ. Не в виде, так сказать, такого сострадательного послания «милые, дорогие, потерпите, что поделаешь», а прямо. Он иногда очень убедителен. Вот пусть он убеждает прямо и выносит вопрос на референдум. Тогда вот этого не будет. Я считаю, что реформа все равно будет носить людоедский характер, но вот этого не будет. Народ вкусит от плодов этого людоедства, если он захочет, но он не вкусит от распада государства, а это в тысячу раз хуже, чем любое людоедство такого типа. Это еще хуже. Потому что пошло под корень истребления всего. Пусть, Вадим Вадимович, выступает, на референдуме выносится один вопрос за и против пенсионной реформы. Пусть он выступает десять раз. Пусть все, кто умеют убеждать и относится к его команде, тоже выступают. И пусть они вынесут это на референдум. Убеждены в том, что это нужно. Придайте этому характер общенародной поддержки. И вперед. Тогда никакого вот этого опрокидывания не будет. Потому что в любых выборах скажут, народ проголосовал, на референдуме проголосовал. Мы стоим на той же позиции, на какой народ. А если это не удастся сделать, если это не удастся сделать, тогда уходите с честью. Проигранный референдум, отмененная реформа, уходите с честью. Это смелая, рискованная линия. Но это не линия на опрокидывание машины. А сейчас все происходит точно так, чтобы она опрокинулась к 2020 году. И это прекрасно видят, дорогие России. Если вы думаете, что сейчас этому не аплодируют в Киеве или Вашингтоне, вы заблуждаетесь. А я думаю, что вы знаете, что этому там аплодируют. Теперь дальше. Умитель Анатольевич Медведев, будучи на Камчатке, если мне помнится 10 августа, сказал, что это горькое лекарство, которое надо принять. У меня возникает ряд вопросов. Больной принимает лекарство свободно, вот к нему приходит врач и говорит, надо принять. Больной может сказать, а я не буду. Или чем отличается обычное горькое лекарство от рискованного? Вы знаете, вам это надо принять, но у вас может быть, так сказать, остановка почек или что-нибудь еще. Я хочу вас прямо предупредить, что это опасно, но иначе ничего не будет. Вы должны сами принять решение. Вы больной. Ах, вы больной в тяжелом положении? Родственники. Это же не звери, с которыми можно вести любые эксперименты по принципу как надо. Это люди. Если свобода лучше, чем не свобода, то это свобода же. Существует и у этих людей, они имеют право принять это горькое лекарство, а могут не принять. А между прочим, еще они имеют право выбирать медиков. Вот один медик предлагает один курс лечения, другой другой. И пациент говорит, я вам доверяю. Что вы имеете в виду, меня спросят? А я имею в виду следующее. Если данное правительство, преследуя определенный как бы либеральный курс, и имея определенные установки, не может обеспечить этапов развития России, которые необходимы, то пусть это обеспечивает другое правительство, то есть другой врач. Единственное, что может нас спасти в этой ситуации, это сохранение нынешних, так сказать, вариантов пенсии, при том, что рост производительности труда и всего остального перекроет все эти демографические проблемы, которые есть. Не может данное правительство обеспечить такой рост, другое правительство, тендер, не может обеспечить либерализм, консерватизм. Откуда эта фатальность? Это вдруг вот, ну вот все, вот придется, вот делаем. Что это за интонация? Это же интонация именно на переворачивание машины. Повторяю, на крах рейтинга, на проигрыш выборов и на соединение новой неустойчивой политической выбранной системы с уличным массовым протестом, который будет перехвачен деструктивными силами с помощью той элиты, которая сейчас организует пенсионную реформу. Не как пенсионную реформу только. Она имеет свой негатив. Вполне себе людоедский. Но еще и как крах страны, повторю еще раз, при котором все издержки будут сто раз больше тех огромных издержек, которые мы получим в результате этой пенсионной реформы. И ставка-то, конечно, на это. Я хочу задать несколько конкретных, внятных вопросов. Первый. Скажите, пожалуйста, если убрать разного рода красивые словосочетания, образы, метафоры и, так сказать, вообще такую словесную оболочку и рассмотреть вопрос стратегически, вот просто стратегически и честно, то скажите, пожалуйста, чем то, что предложено, отличается от внутреннего дефолта, от объявления государства банкротом, не выполняющим своих социальных обязательств? Ну, чем? У вас возникли новые демографические обстоятельства? Ну и что? Вы не можете выполнить социальные обязательства в условиях новых демографических обстоятельств? А какой-нибудь банкир скажет, что у него возникли проблемы там с недвижимостью или где-нибудь еще? Ведь если честно обнажить существо дела, то в том, как это сейчас преподносится, абсолютно ясно дефолтная банкротская сердцевина. А это в условиях, так сказать, сравнения с 98-м годом и многих параллелей, которые тут возникают, очень на многое тянет. Вам не кажется, только тогда, в 98-м году, результатом дефолта было новое правительство Примакова-Маслюкова, которое начало вытягивать ситуацию? Полная дискредитация Ельцина, который через полтора года ушел. И, наконец, там была возможность быстро что-то начать приподнимать, потому что были еще не разрушенные, а остановленные заводы, которые в условиях это дефолты начали работать. При том, что Примаков-Маслюков делали так, что они смогли работать. Там был быстрый социальный результат, который хоть как-то все это компенсировал. При этом тоже же была катастрофа. А тут-то результата не будет, а все эти компоненты налицо, мы не выполняем социальные обязательства. Банкир не выполняет финансовые обязательства. Это и есть дефолт. Банкротство или дефолт внутренний? Вы обращаетесь к народу с тем, что это дефолт. Объяснимый тем-то и тем-то. Так вопрос ничем объясняется дефолт, а в кем дефолт это или нет. Это первое. Второе. Какие группы должны брать на себя издержки развития? Какие группы должны брать? Все общество, тогда укажите мне, как оно распределяет эти издержки. И не кажется ли вам, что это напоминает коллективизацию, когда было сказано, что на все издержки индустриализации должно платить крестьянство? Прямо вывозом сельскохозяйственных продуктов и всем остальным. Теперь то же самое происходит под некой маской демократии. Но тогда-то хотя бы 10 тысяч заводов были построены по некой плановой системе. А сейчас-то хотят возложить издержки не на крестьянство как класс, а на самые обездоленные, самые слабые группы. А это уже попахивает чем-то совсем нехорошим. Неужели вы думаете, что вы скроете этот запах за какими-нибудь пиаровскими ухищрениями? Несколько слов о себе, о своей позиции. Это третье. Единственное, что при колоссальных для меня издержках человеческих дала вот эта новая реальность постсоветская, мне лично, это возможность не уходить на пенсию. Я ненавижу пенсию. Не понимаю ее как категорию. Я надеюсь, что умру на работе. Там в этом доживании что-то есть. Для меня лично неприемлемое. Но я делаю различия. Огромное различие между собой и теми, кто работает на заводах-пабриках, в сельском хозяйстве, в каком-нибудь там низах, какой-то торговли, нянечками, какими-то там, как бы, женщинами, которые уродуются где-нибудь там в детских садах или где-нибудь еще, надрывающимися учителями. Я делаю это различие. Это первое. И второе. Я очень хорошо понимаю, чего хотят эти люди. Они хотят социальной свободы. Той самой социальной свободы, о которой говорил премьер, который все это устраивает. Они хотят побыть без вас в конце жизни. Понимаете? Они хотят свободы от вас, от ваших хорьков, которые их, как коров, доятся в постепенном вырывании в имени. Они хотят свободы этой, хотя бы в конце жизни, перед тем, как отойдут в мир иной. А вы их этого лишаете. Вы понимаете, что вы делаете? Вы отменяете Юрия в день. Вы обрекаете их на крепостной режим до конца жизни и отменяете Юрия в день. Вы думаете, они это простят? Я сомневаюсь. Что будет через десять лет? У нас на десять лет есть всего, что нужно, а потом через десять лет что-то будет. Но это же все предложение либерального правительства. У либерального правительства богом гуру является Карл Поппер. Что говорил Карл Поппер? Он говорил, что вот это вот отношение, как мы вас лечим, врача к пациенту. Это свойство тоталитарных авторитарных режимов. Все эти разговоры о горьких лекарствах. И он же говорил, что тоталитарные авторитарные режимы имеют монополию на будущее. Они точно знают, что будет через десять лет. А либеральные режимы не должны. Они должны степ-бай-степ, шаг за шагом двигаться. А вот все эти планирования и все эти знания будущего, хоть Гегеля, хоть Платона, хоть Маркса. Вот это и есть страшное зло. Откуда мы знаем, что будет через десять лет? Вообще. Откуда мы знаем, что будет через десять лет в условиях наличия вот этой самой турбулентности, о которой все говорят, когда все ветвится? Через пять лет произойдет что-нибудь неприятное в Америке. Начнется какая-нибудь война. Если не между Америкой и Ираном, то между Америкой и Китаем. Или между Америкой и кем-нибудь еще. Они полезут еще куда-то. У нас начнутся какие-то совершенно новые проблемы. Мировой процесс приобретет вообще совсем новый характер. Откуда мы это знаем? Откуда вдруг взялось это загипнотизирование в будущем во своих ветвления? Ну, если вы уж говорите о будущем, то значит у нас есть, прошу прощения, две пятилетки, за которые производительность должна вырасти вдвое. И не путем перекладывания всех издержек развития на самые обездоленные, самые слабые группы. Уже это хотите сделать? Это граничит с социоцидом. Потому что они должны оплатить развитие. Извините. Они его оплачивать не будут. Добровольно они это не сделают. А когда их заставят, они отпадут от государства. И все. И любой политтехнолог скажет, что удар нанесен в ядро электората Единой России и Путина. Вот те группы бьют сейчас, которые являются ядром этой поддержки. Кто-нибудь из политтехнологов осмелится сказать, что нанесение такого смертельного удара в ядро электората допустимо. И приведет к чему-нибудь, кроме краха политической системы. Кто оценивает приобретение издержки? Экономисты? Экономисты оценивают прибыль. Они не оценивают ни политических издержек, ни психологических, ни прощения морально-экзистенциальных, ни социальных. Никаких. А если эти издержки таковы, что раньше, чем получим любые результаты, уровень издержек станет больше допустимого, что тогда? Как принимаются самые ответственные решения? Теперь о том, что это означает по сумме факторов. это означает победу либерального крыла путинской системы. Это оно победило, взяло реванш за свои предыдущие проигрыши. Потому что в течение долгого времени либеральное крыло терпело проигрыши в виде присоединения Крыма, там неважно, Мюнхенской речи, Осетии, Абхазии, Донбасса, Сирии и так далее. Оно все более и более разрывало отношения с Западом. А либеральное крыло не существует без симбиоза с Западом. Оно обесточено. И казалось, что консервативное крыло оформится наконец. А это единственное спасение для России. Государство, оформившееся после 1991 года, чудовищно по своей социогенетической природе. Это криминальное государство, это государство регрессивное — и так далее. Хуже него только был распространенных народов. Мы всегда поддержили и будем его поддерживать. Потому что государство — это единственное спасение народа. И как бы плохо оно ни было, оно лучше, чем безгосударственность. И сейчас я утверждаю то же самое, но консервативное крыло существовали вместе, государство могло носить только характер регулятора скорости, деградации и краха. Оно могло замедлить скорость сползания в эту бездну, но не остановить сползание и не повернуть в другом направлении. Потому что либеральное крыло, волокло и волочет в сторону интеграции в так называемое глобальное сообщество, а интеграция возможна только при смерти России как государства. Невозможно найти России как суверенному государству место в этой мировой глобальной системе. Значит, единственное, чего ждали, на что надеялись, это оформление консервативного крыла путинизма, который является частью мирового процесса. А мировой процесс после краха коммунизма это отступление коммунизма с авансцены и занятие главных позиций конфликтом между национально-буржуазно-суверенизаторскими группами и глобалистами. И мы тут всецело на стороне национально-суверенизаторско-консервативных групп, которые должны были оформиться. Они не могут оформиться в России. В России не может быть консерватизма при переломанной традиции иначе, как с помощью интеграции всей традиции в этот консерватизм, включая советскую. И консерватизм в России при советском прошлом не может не быть социальным. Социально-консервативные буржуазные силы, как бы сделающие ставку на единство традиций. Вот чем был и что сулил консервативный путинизм. Он мог спасти Россию. Отсечение либерального крыла и оформление этой, подчеркиваю снова, буржуазной и некоммунистической силой могло привести к тому, что в результате борьбы с глобализмом оформится на втором этапе союз левых сил, включая коммунистические, с этими буржуазными. Мы говорили об этом левоконсервативном альянсе и говорим о нем и сейчас. На фоне всего этого дела произошла победа либерального крыла путинизма. Вот что собой представляет пенсионная реформа. Но победа либерального крыла путинизма не только в том, что будет приведена реформа, а вот в этом. Потому что либеральный путинизм – это антипутинизм. Это халуйский по отношению к Путину антипутинизм. Он ждет только вот этого и ведет только к этому. Мы оказались в ситуации большой беды. Господа либералы ликуют, и они мастера, они хорошо сработали. Но это еще только метр шпиль. Это не конец игры. А главное, что если эта игра будет доиграна до конца, и вот это произойдет, то в этот момент мы не сложим ручки и не скажем «хэн де хох». Мы вместо этого будем продолжать борьбу дальше. Уже за другое государство и другую политическую систему. Но раньше, чем это произойдет, мы будем консолидировать все свои усилия для того, чтобы не допустить вот этого. Я продолжаю верить, что объективный процесс, объективный процесс, а не мои слова, в тот момент, когда машина накоренится, заставит здоровые силы, заставит здоровые пропутинские силы оформиться и включить деликатно и корректно механизмы сдерживания происходящего. Это будет сделать чудовищно трудно. И я, конечно, рассчитываю на то, что когда это накоренится, то первым, кто это увидит и на это отреагирует, будет президент России. Я не верил и не верю, что он может потирать руки, когда будет крушаться государство и политическая система. Не верю в это. Вот не верю и все. В чем его убедили, как произошла либеральная победа, не знаю. В одной песенке говорится, а сейчас поверю я в любую небыль. Вот так и я. Я готов сейчас поверить в любые самые странные факторы, вмешавшиеся в процесс. Но что бы туда ни вмешалось, реальность остается, и она будет вот такой. Вот тот момент, когда эта машина накоренится. Это 2020 год. Все, вот здесь это начнет происходить. Вот в этот момент можно будет еще отыграть назад и поставить машину на колеса, пройдя вот так. Но это будет означать, что она должна будет отойти назад на совершенно новый курс. О чем мы и говорим в своем обращении к Путину. Движение – суть времени. Всеми конституционными, законными методами будет бороться за то, чтобы людоедская реформа не опрокинува страну. Мы одни собрали уже сейчас сотни тысяч подписей под письмом к Путину, в котором сформулировано примерно то, что я изложил в этой передаче. Мы будем собирать резко больше. Мы никогда не войдем в альянс с оранжоидами, которые сейчас нацепят на себя маски защитников прав народа. Мы подозреваем, что ряд сил, которые я не хочу называть, войдут в этот альянс, и тогда альянс с ними для нас так же не допустим, как и с оранжоидами. А также, что ряд сил, говоря о том, что они борются против пенсионной реформы, на самом деле подыгрывают ее проведению. Поэтому действовать мы будем самостоятельно. Мы не знаем, кто сколько собрал подписей и под чем, а мы соберем миллионы. И я призываю своих соратников активизировать свою деятельность по этому направлению. Мы оставляем за собой право на все законные методы протеста. И мы будем четко соблюдать закон. Мы никогда не станем ни радикалами, ни экстремистами. Но мы будем бороться всеми доступными средствами за то, чтобы это вот не произошло. А если это произойдет, то мы будем отстаивать державные интересы России всеми методами, которые будет диктовать нам ситуация. Мы державники и мы за державу будем жить и умирать так, чтобы она осталась, ибо без нее народа не будет. До встречи, быстро. seheствуются. Продолжение следует...